Меня зовут Юрий Ситников, как меня уже представил Андрей. Я очень рад встрече с вами. Немножечко расскажу о себе, совсем коротенько, дабы не занимать лишнее время, которое хочется, конечно же, потратить на то, чтобы рассказать вам как можно больше всего интересного. Так, в принципе, я, ну, скажем так, из, наверное, уже можно говорить, динозавров, которые занимаются майкрософтовскими решениями. Я достаточно давно, в общем-то, этим всем делом занимаюсь. С 2005 года и по настоящее время я являюсь действующим сертифицированным тренером Microsoft. Ну, тренер я играющий, в общем-то, достаточно большое количество проектов было сделано мной в качестве архитектора. Ага, просят чуть-чуть, чтобы погромче было сделать. Сейчас одну секундочку я сделаю и продолжу. Хорошо? Ага, вроде как нормально слышно всем, да? Так, ну что, вот если на такой уровень громкость будет хорошо, ясненько, спасибо. Ну что ж, продолжаем. В общем-то, я достаточно большое количество проектов сделал в качестве архитектора. В общем-то, это все, естественно, были проекты на основе технологии Microsoft. Ну и, в общем-то, в качестве тренера с удовольствием читаю курсы по самым различным аспектам, в общем-то, и не только Active Directory, о которой сегодня пойдет речь, но и о других технологиях и продуктах Microsoft. Но сегодня наша тема – это именно физическая структура AD. Тема, на мой взгляд, достаточно интересная. Почему? Потому что, в общем-то, чаще всего, и я думаю, вы все это хорошо знаете, о Active Directory говорят как о некой логической структуре. В общем-то, в большинстве своем именно она таковой и является. Но в то же самое время, конечно же, есть и физические компоненты. Именно о них сегодня мы с вами и поговорим. Итак, вначале я, в общем-то, такой небольшой обзор проведу физических и логических компонентов Active Directory. А дальше мы с вами поговорим о именно физической структуре, о том, что в нее входит. Большое внимание уделим репликациям и поговорим о том, каким образом разрешаются конфликты, возможные конфликты, которые могут в ходе этих репликаций наступать. Итак, сейчас прошу прощения, почему-то у меня этот слайдик не показался. Сейчас, секундочку. Я, наверное, сейчас быстренько перезагружу мою презентацию. Сейчас буквально полминуточки. Для того, чтобы все-таки вы этот слайд увидели. Сейчас я этот уберу и загружу его заново в обновленном виде. Ага, вот теперь значительно лучше. Итак, логические и физические компоненты Active Directory. На самом деле, несмотря на то, что, как я уже сказал ранее, чаще всего мы говорим об Active Directory как о логической структуре. И в первую очередь мы всегда, в общем-то, рассматриваем именно логические компоненты. Тем не менее, в общем-то, это не единственные компоненты, входящие в Active Directory. Существуют и физические компоненты. То есть, собственно говоря, то, что реально действительно можно пощупать. И вот как раз роль ADDS, она представляет собой сочетание, именно сочетание как логических, так и физических компонентов. Собственно говоря, что мы относим к логическим компонентам? Это разделы, Active Directory домены, деревья доменов, леса, сайты, подразделения. Я, в общем-то, их достаточно давно привык ласково называть уюшками. Ну, это все логика. Из физических компонентов – это хранилище данных, то есть, это, собственно говоря, сама база данных, в которой хранятся все компоненты, относящиеся к ADDS. Это контроллеры домена, то есть, те серверы, которые, в общем-то, содержат на себе базу данных Active Directory и весь набор служб, который обеспечивает работу необходимых компонентах доменной среды. Это серверы глобального каталога, ну и, в общем-то, контроллеры домена только для чтения, которые появились относительно недавно. Кто, когда, в какой версии Windows сервера появились контроллеры домена только для чтения? Да, совершенно верно. Вот я смотрю, все ответы абсолютно правильные. Значит, в 2008 сервере впервые появились контроллеры домена только для чтения. Итак, собственно говоря, основной элемент – это база данных. База данных Active Directory – это специализированная база данных, которая, на самом деле, представляет из себя несколько файлов, основной из которых – это NTDS с расширением DIT, NTDS-DIT – это, собственно говоря, сам файл баз данных. Ну, кроме этого, еще существуют файлы с чекпоинтами, файлы с журналами транзакций и их резервные копии. Все это, собственно говоря, обеспечивает работу базы данных Active Directory. Так вот, физически, NTDS-DIT – это действительно файл, который, в общем-то, располагается на каком-то разделе. Это, в общем-то, может быть или дефолтное размещение в каталоге Windows, папка NTDS, или вы, в принципе, при установке контроллера домена можете выбрать какой-то альтернативный путь. Ну, и, в принципе, впоследствии, если вам нужно будет перенести, собственно говоря, расположение этого файла, это тоже, на самом деле, можно будет сделать. Единственное, что сразу хочу предупредить – обычным копированием вы этого не добьетесь. То есть, скопировать, конечно, вы его скопируете, только работать не будет ничего. Значит, логически этот файл состоит из нескольких разделов. Иногда их называют контекстами репликации, контекстами номинования. Каждый из этих разделов содержит определенную информацию, определенные элементы. И каждый из этих разделов по-своему реплицируется. То бишь, эти разделы синхронизируются по своим определенным правилам с такими же разделами, которые находятся в аналогичных файлах NTDS.DIT, которые расположены на контроллерах домена, которые у вас работают и в вашем домене, и если это многодоменная структура, то в других доменах вашего дерева и вашего леса. Давайте вкратце поговорим о этих разделах. Итак, раздел «Схема». Один из очень важных разделов. Этот раздел одинаковый для всего леса. То есть, нет разницы в схеме для какого-то отдельного домена, входящего в лес. То есть, схема живет на уровне леса. Она одинаковая для всех доменов, входящих в этот лес. Собственно говоря, это не что иное, как описание всех объектов, которые могут быть созданы в Active Directory, и всех атрибутов этих, собственно говоря, объектов. Изменять схему приходится достаточно редко. И, собственно говоря, более того, здесь в структуре домена предусмотрена достаточно серьезная защита от каких-то, в общем-то, неправомерных, скажем так, изменений в схеме. Почему? Потому что на самом деле они, в общем-то, могут потом иметь весьма и весьма печальные последствия. Собственно говоря, просто так вы даже оснастку для управления схемой не увидите. И для того, чтобы в нее попасть, нужно будет сначала зарегистрировать специальную DLL-ку, и только после этого вы сможете попасть в управление схемой. Собственно говоря, чаще всего вручную и не требуется чего-то здесь менять. Собственно говоря, все изменения, которые именно касаются схемы, чаще всего называют расширением схемы. И, собственно говоря, вот как бы это всегда одностороннее действие. Почему? Потому что откатиться назад после вот этих изменений уже просто невозможно. То есть, если вы расширили схему, ну, например, расширять схему можно, если вы начинаете устанавливать, ну, например, Microsoft Exchange сервер. Вот, собственно говоря, первое, что вы будете делать, это вы будете расширять схему, добавляя в нее те компоненты, которых изначально в стандартном Active Directory, в схеме Active Directory не существует, но для работы Exchange сервера они будут нужны. Собственно говоря, после вот этого расширения они у вас в AD появятся. Собственно, вот это, еще раз повторюсь, в одну сторону всегда работает. Вы расширяете схему, но обратно откатиться уже, собственно говоря, невозможно. Репликация с этого раздела происходит на все контроллеры домена в лесу. Как я уже говорил, этот раздел работает на весь лес, поэтому, естественно, он должен быть одинаковым для всех контроллеров домена, которые во всем лесу работают. Следующий раздел, раздел конфигурации. Значит, этот раздел содержит информацию о конфигурации Active Directory и, в общем-то, вот я уже упоминал Microsoft Exchange сервер, например, им он тоже очень активно используется, потому что всю свою конфигурационную информацию Exchange также хранит в этом разделе. Этот раздел, в общем-то, опять-таки, реплицируется на все контроллеры домена в лесу, и, в общем-то, он тоже живет для всего леса, вот, и на любом из этих контроллеров домена вы имеете возможность этот раздел изменить. Вот. Собственно говоря, вот сюда изменения вносятся достаточно часто, и, вот, собственно говоря, все эти изменения, они связаны именно с настройкой Active Directory. То есть все, в общем-то, действия, которые вы по настройке AD предпринимаете, они все в конечном итоге, в общем-то, приводят к тому, что у вас изменяется информация в разделе Configuration, и, соответственно, дальше это потом синхронизируется со всеми контроллерами домена в лесу. Следующий раздел. Ну, он так и называется домен, ну, и, в общем-то, по названию, естественно, понятно, что он работает на уровне домена. То есть все, что касается непосредственно конкретного домена, то есть это все учетные записи пользователей, групп, подразделений, компьютеров, принтеров и так далее, и так далее, и так далее, они все хранятся в этом разделе. Но этот раздел для каждого домена в дерево доменов или в лес доменов, в общем-то, уникальный. То есть у каждого домена существует свой раздел домен. И реплицируется этот домен, то есть синхронизация происходит только между теми контроллерами домена, которые в этот домен, собственно говоря, входят. И на контроллеры домена в других доменах, извините за такую небольшую тавтологию, в общем-то, эта репликация не выполняется. Следующие разделы – это разделы приложений. Значит, разделы опциональные. На самом деле используются они для того, чтобы хранить определенную информацию приложений, которые интегрируются с Active Directory, которые, в общем-то, без AD жить не могут. Таких приложений достаточно много на самом деле. Очень часто мы с этими разделами сталкиваемся в том случае, когда у нас интеграция происходит DNS в Active Directory. В этом случае у нас создается два раздела приложений. ForestDNSZones – это раздел, который для леса Active Directory хранит SRV и CNAME записи DNS. И DomainDNSZones – это раздел, который содержит DNS записи для домена. Первый раздел – ForestDNSZones – реплицируется на весь лес, то бишь на контроллеры домена по всему лесу. Второй домен DNSZones – реплицируется, собственно говоря, на контроллеры домена, на которых установлен DNS-сервер в самом домене. Как видите, вот из этого примера, в общем-то, зона репликации зависит от настройки. То есть раздел приложений может реплицироваться как на один конкретный домен, так и на весь лес. Ну и, собственно говоря, используется он специальными приложениями, которым необходимо хранить свою информацию в, собственно говоря, Active Directory. Так, ну что, пойдем дальше. Очень, собственно говоря, нужный и полезный элемент Active Directory именно для правильного выполнения репликации – это сайт. По сути дела, сайт – это тот компонент Active Directory, который отражает, ну, некую, скажем так, пластилиновую местность, то есть некую географическую площадку вашей сети, в которой установлено определенное количество контроллеров домена и клиентов. Вот, и, в общем-то, сайт нужен именно для того, чтобы оптимизировать служебный трафик и, самое главное, оптимизировать проведение репликации в том случае, когда вы не имеете возможности все контроллеры домена и всех ваших пользователей подключить через локальную сеть. То есть там, где существует быстрый линк, а самое главное – стабильный линк. То есть в том случае, когда вы, в общем-то, подключаться должны через какой-то ван-канал, у вас сразу возникает один вопрос. Этот канал по умолчанию, как бы его там не старались зарезервировать, но он абсолютно стабильным не является. То есть все прекрасно знают, чудес на свете не бывает. И именно вот для того, чтобы оптимально этот ван-канал использовать, во-первых, а во-вторых, чтобы в случае пропадания этого канала все-таки у нас работа не останавливалась, вот как раз очень важно правильно продизайнить сайты и правильно распределить контроллеры домена в этих сайтах. В том случае, когда мы создаем первый контроллер домена в домене, у нас автоматически создается сайт, который получает, опять-таки, автоматические названия Default First Sight Name. В принципе, вы его можете потом переименовать, это допустимо. Но вот это название Default First Sight Name, оно по умолчанию всегда используется. И все последующие контроллеры домена, они потом добавляются уже автоматически в этот сайт. В том случае, когда вы хотите создать несколько сайтов, то все остальные сайты вы должны будете создавать вручную и точно так же вручную туда распределять соответствующие контроллеры домена. Ну и, я думаю, ни для кого не секрет, но на всякий случай напомню, что с каждым сайтом всегда обязательно связан такой компонент, как подсеть, который на самом деле отражает именно IP-подсеть в том географическом месте, или IP-подсети, сразу оговорюсь, то есть их может быть несколько. Вот в том месте, для которого вы этот сайт делаете. Ну, типичный пример, в принципе, сайты можно делать, например, если у вас существует несколько филиалов, например, в разных городах, или там, возьмем больше, в разных странах, да, то, в общем-то, для вот каждого филиала в конкретном городе имеет смысл создать сайт. И, соответственно, те контроллеры домена, которые в этом филиале будут работать, уже связать с этим сайтом и между сайтами настроить соответствующие каналы связей, по которым будут проводиться репликации. Собственно говоря, за проведение репликаций, за ту синхронизацию баз данных Active Directory на контроллерах домена, в АД отвечает специальная служба, которая сокращенно называется KCC, полное ее название Knowledge Consistency Checker. И, в общем-то, она практически не требует вашего вмешательства в свою работу. То есть, в принципе, в основном, особенно, вот там, где у вас структура с одним сайтом Active Directory, в общем-то, заботиться сильно о построении вот этих связей для проведения репликации, особенно, в общем-то, не нужно. Это все сделает за вас KCC и сделает, поверьте мне, правильно и наиболее оптимально. Более того, вот в том случае, когда вы вручную, а это, в общем-то, допускается, будете еще создавать дополнительные связи между контроллерами домена для проведения репликаций, существует опасность, что, в общем-то, можно администрировать все таким образом, что у вас репликации, ну, не то чтобы упадут, но будут работать гораздо хуже, чем в том случае, когда эта топология будет строиться, в общем-то, автоматически службой KCC. Иногда, иногда, вот когда, особенно только-только, там, допустим, свеженькая структура, только-только вы отинсталлили там несколько контроллеров домена, еще особо в домене никто у вас не работал, вот, зайдя, в общем-то, в оснастку управления, вы не увидите сразу этих связей, они, собственно говоря, показываются в явном виде, вот. Ну, собственно говоря, можно подумать, что, ой, служба KCC не отработала, и, соответственно, никакие связи не построила, и очень частая ошибка заключается в том, что после этого администраторы начинают лихорадочно, вручную, все контроллеры домена каким-то там, одним только им, в общем-то, известным способом, ну, точнее говоря, по только им известному алгоритму связывать друг с другом, для того, чтобы работать репликацией, ну, частенько это ни к чему хорошему не приводит, к сожалению. Поэтому, в принципе, здесь самое главное – это выдержка. KCC без репликационных связей вас не оставит. То есть, в любом случае она отработает, и в любом случае эти связи построятся. И еще раз повторюсь, особенно если у вас одна сайтовая архитектура, в общем-то, туда влезать, как правило, нет необходимости, все произойдет автоматически. Если вы хотите немножко подстегнуть эту службу и, в общем-то, ей, ну, в принудительном порядке дать задание на построение вот этих вот связей, то можно использовать стандартную утилиту RepAdmin. Вот вы видите здесь на слайде, вот RepAdmin с ключиком KCC, ну, а дальше идет, в общем-то, название сервера в домене. Ну, сервер – это, естественно, контроллер домена, да, вот для которого вы хотите, в общем-то, эту топологию построить. Ну, и, соответственно, это приведет к тому, что, в общем-то, служба в принудительном порядке запустится и эту топологию просчитает. В принципе, на каждом контроллере домена KCC стартует один раз и проверяет топологию, собственно говоря, если обнаруживает какие-то изменения, ну, за это время, мы, предположим, отинсталили еще один контроллер домена, вот, то, естественно, она это учитывает и топологию перестраивает. Итак, каким же образом KCC создает вот эти репликационные связи? В рамках одного сайта у нас репликации мультимастерные. То есть, собственно говоря, в том случае, если на любом из контроллеров домена, которые входят в сайт, произошли какие-то изменения. Ну, изменения как произошли? Администратор залогинил на этот контроллер домена и произвел какие-то изменения в Active Directory. Создал какой-то объект, поменял какие-то атрибуты у какого-то существующего объекта, ну, и так далее, и так далее. Да, или там удалил какой-то объект. Естественно, что в этом случае необходимо, чтобы эти изменения были оттранслированы на все контроллеры домена. Ну, и в этом случае их нужно оповестить. То есть, в данном случае, вот тот контроллер домена, на котором были произведены изменения, он оповещает своих соратников по репликации о том, что у них, что у него произошли изменения. После чего, в общем-то, запускается механизм репликации, и эти изменения синхронизируются со всеми остальными контроллерами домена. В этом случае какого-то главного контроллера домена на самом деле нет. Именно поэтому, в общем-то, и называют механизм репликации мультимастерным. То есть, каждый из контроллеров домена в рамках одного сайта, в общем-то, может выступать в качестве инициатора проведения репликации. То есть, если на нем произошли какие-то изменения. Так вот, служба KCC, она следит за тем, чтобы наиболее оптимальным образом, в общем-то, все контроллеры домена были друг с другом этими репликационными связями объединены, и имели возможность, в общем-то, обмениваться этой информацией. При этом, вот что важно помнить, существует так называемое правило трех прыжков, которое гласит, что каждого контроллера домена должно быть не более трех промежуточных шагов для репликации. Что это значит? Ну, например, если я хочу отреплицировать информацию, предположим, с контроллера домена А1, который вот вы видите на слайде, то, в принципе, это может уйти максимум на три прыжка. То есть, если вот идти по часовой стрелке, то на контроллер А2, на контроллер А3 и на контроллер А4. Вот на контроллер А5 уже напрямую А1 отреплицироваться не сможет, потому что уже будет больше трех прыжков. То есть, в данном случае, в общем-то, репликация с него напрямую на контроллер А5 уже не пойдет. Как это отработает? Отработает очень просто. Три прыжка до контроллера А4. Вот здесь уже напрямую все как бы там пройдет, а вот с контроллера А4 уже эта репликация пойдет на А5. То есть, А4 контроллеру А5 сообщит о том, что произошли изменения, он для него станет инициатором проведения репликации, и дальше это все отреплицируется точно так же, как эта репликация уйдет на контроллеры А6 и А7. То есть, в принципе, KCC всегда стремится архитектуру построить по принципу кольца. И исходя из правила трех прыжков, естественно, все прекрасно понимают, все математику в начальной школе учили, я надеюсь. То есть, у нас, собственно говоря, оптимальное количество для выполнения этого правила трех прыжков в кольце – это семь контроллеров домена. То есть, при добавлении восьмого контроллера домена уже правило трех прыжков у нас не работает. Поэтому, в этом случае, естественно, что не существуют ситуации, когда восемью контроллерами домена мы обойти не можем. То есть, иногда это несколько десятков контроллеров доменов может быть, которые, естественно, должны друг с другом реплицироваться. В этом случае KCC строит кольцо, но кроме этого он строит еще дополнительные репликационные связи. Например, как на нашем рисунке вы видите между контроллерами домена А4 и А8 и А2 и А6, которые позволяют все-таки остаться в рамках этого правила трех прыжков. То есть, в данном случае, если у нас нужно будет на контроллер домена А8 отреплицировать что-то, предположим, с контроллера домена А1, то за счет вот такой модифицированной уже структуры репликационных связей, репликация пойдет по пути А1, А2, а дальше не на А3, а уже на А6 сразу. С А6 на А7, ну и на А8. То есть, таким вот образом, собственно говоря, у нас ничего не нарушится, и репликационный трафик дойдет до каждого контроллера домена. То есть, вот в такой структуре, несмотря на то, что контроллеров домена у нас 8, все они получат необходимые данные при репликации. То есть, на все эти контроллеры домена все будет правильным образом отреплицировано. Собственно говоря, опять-таки, процесс проведения репликации автоматизирован, и, в общем-то, ничего особенно для того, чтобы он проходил, делать не нужно. Но, если все-таки возникают какие-то непредвиденные сложности с проведением репликации, если вы видите, что репликации не проходят, то для, в общем-то, скажем так, отслеживания того, каким образом у вас происходят репликации, можно использовать стандартную утилиту REPL MON. Она запускается из командной строки, но имеет графический интерфейс. Или, ну, точнее говоря, не или, а и плюс к этому, вы имеете возможность запустить репликацию, не дожидаясь расписания, то есть, поломав стандартный автоматический принцип, вот, собственно говоря, вы можете это сделать вручную при помощи, ну, например, утилиты REPADMIN. В каком виде она запускается, вот у вас на слайде как раз видно. То есть, с ключиком REPLICATE как раз это, вот, принудительная репликация с одного контроллера домена на другой в рамках, вот, в данном случае одного домена. Трудности с репликацией иногда, в общем-то, могут возникать не только по объективным причинам, то есть, ну, влиять на это могут очень-очень разные факторы. Это может, собственно говоря, быть и проблема с сетью, это могут быть какие-то проблемы на контроллерах домена. Ну, вот, мне приходилось в жизни сталкиваться с тем, что еще человеческий фактор очень сильно влиял на, в общем-то, проведение репликации. У меня был такой очень показательный случай однажды, когда меня позвали, в общем-то, в качестве консультанта для того, чтобы помочь решить проблему с полностью развалившимися репликациями в одну организацию. Вот, и первое, что я там обнаружил, это то, что в стандартном месте, то бишь в контейнере domain controllers, на самом деле нет ни одной учетной записи. Вот. Все контроллеры домена я нашел в созданном вручную подразделении с названием серверы. Вот. Ну, как мне объяснили, таким образом местные администраторы пытались, в общем-то, каким-то образом упорядочить структуру Active Directory, но совершенно забыв о том, что из контейнера domain controllers вообще ничего никуда так трогать нельзя и переносить ни в коем случае нельзя. Они, в общем-то, это сделали, ну и получили первое, что они получили, это полностью разваленную схему репликации. То есть репликации перестали ходить просто в один момент. Для того, чтобы потом запустить обратно этот механизм, ну, пришлось достаточно серьезно повозиться. То есть просто возвращение их на свое место уже было недостаточно, и пришлось, в общем-то, проводить достаточно большую и серьезную работу, прежде чем репликации заработали отдельно. Ну, поэтому, вот на основании этого примера просто хотелось бы всех призвать достаточно трепетно и осторожно относиться к механизму репликации. И, ну, в данном случае важно очень хорошо понимать, что вы в данный момент делаете для того, чтобы какими-то необдуманными действиями просто не усугубить ситуацию и не сделать еще хуже. Давайте теперь рассмотрим, каким образом у нас изменения распространяются между контроллерами домена. Собственно говоря, в каждом контроллере домена существует специальный счетчик, который называется Hagrid Committed USN, который увеличивается на единицу при любом атомарном изменении базы Active Directory. Ну, то есть, как только что-то в AD изменилось, этот счетчик увеличивается на единичку. У каждого контроллера домена свой счетчик. И, естественно, что каждый контроллер домена этот счетчик увеличивает на единичку, исходя из тех изменений, которые происходят на нем. То бишь, показания этих счетчиков априори на контроллерах домена разных не совпадают. Так вот, предположим, у нас в 9 утра, как написано на слайдике, значение этого счетчика у контроллера DC1 было равно 13 579, а в 6 вечера оно стало 13 596. Что это значит? Это значит, что за это время в базе этого контроллера произошло 17 изменений. В принципе, посмотреть значение этого счетчика можно. Можно использовать для этого утилиту LDP, с помощью которой мы подключаемся к нужному контроллеру домену, и значение этого счетчика можно посмотреть. Собственно говоря, смотреть это нужно в динамическом системном объекте root DSE. И вот один из его атрибутов, это как раз и есть этот счетчик HIGHEST COMMITED USM. Собственно говоря, после того, как у нас произошла репликация, контроллер домена криширует у себя значение этих счетчиков своих репликационных партнеров, то есть тех контроллеров домена, с которыми он проводит репликацию. Собственно говоря, когда после этого контроллер, в данном случае у нас это DC1, получит уведомление от другого контроллера домена, который является его партнером под репликацией, ну например, назовем его контроллер DC2, там в том числе будет информация о текущем значении вот этого счетчика HIGHEST COMMITED USM для контроллера DC2. Контроллер DC1 сравнивает это текущее значение с закэшированным у него значением, которое он во время прошлой репликации закэшировал. Ну и соответственно, здесь логика очень простая. Если то значение, которое он получил сейчас, больше, чем закэшированное, значит в базе DC2 произошли изменения и, собственно говоря, нужно проводить репликацию. Если ничего не изменилось, то есть то значение, которое он получил сейчас, не отличается от закэшированного, то значит никаких изменений на контроллере партнера в базе не было и, естественно, что никакой необходимости реплицироваться не существует. То есть, собственно говоря, менять нечего. Информация о значениях этого счетчика всех репликационных партнеров каждого контроллера домена называется вектором обновления. Это, по сути дела, специальная табличка. Ее, в общем-то, тоже можно посмотреть, ее можно увидеть при помощи утилиты RepAdmin. Если ее запустить с ключом ShowUTDVec, ну и, собственно говоря, после этого вы получите информацию о том, что хранится в этой табличке, что хранится в векторе обновления и какие закэшированные значения для этих счетчиков, репликационных партнеров конкретного контроллера домена, собственно говоря, в ней записаны. Значит, собственно говоря, вот тот список, который мы получаем, это вот объект пользователя, который раскладывается по атрибутам. Ну и по каждому этому атрибуту можно, в общем-то, увидеть данные по счетчику в момент внесения последних изменений. Собственно говоря, можно увидеть, на каком контроллере домена были выполнены последние действия с этим атрибутом. То есть, откуда пошла репликация, откуда пошло распространение изменений. Можно увидеть автора этих изменений, то есть контроллер домена, который явился автором изменений. Собственно говоря, в чем разница между тем контроллером домена, откуда пошло распространение, и тем контроллером домена, который был автором изменений. То есть мы на самом деле, в принципе, изменения можем получить не от того контроллера домена, в базе которого произошли изменения. Помните, мы с вами совсем недавно говорили, управили трех прыжков. Да, то есть, собственно, да, совершенно верно, у каждого КТ свой личный счетчик. Собственно говоря, мы можем получить изменения не от того контроллера домена, на котором эти изменения первоначально произошли. Поэтому, собственно говоря, мы, смотря вот эти атрибуты, можем четко посмотреть, от кого мы получили информацию об изменениях и кто был автором этих изменений. То есть на каком контроллере домена эти изменения произошли впервые. Вот. Здесь можно увидеть версию атрибута. Вот. Она растет, увеличивается на единичку при каждом изменении. Вот. Ну и, собственно говоря, имя непосредственно самого этого атрибута. Очень важный вопрос. А что же будет, если у нас произойдут изменения на двух контроллерах домена одновременно? Каким образом это будет отреплицировано? Вот. Собственно говоря, решение конфликтов вот таких, это тоже достаточно важный момент. И здесь действует несколько очень четких правил, которые позволяют, опять-таки, в автоматическом режиме разрешать, ну, в общем-то, все конфликты возможные, которые могут произойти в момент проведения репликации. Итак, первое правило. Если на двух контроллерах домена происходит изменение атрибута одинаковое. Ну, предположим, на контроллере домена DC1 и на контроллере домена DC3 администраторы администраторы зашли и одновременно поменяли один и тот же атрибут для учетной записи одного и того же пользователя. Ну, предположим, они поменяли название отдела, в котором работает этот сотрудник. Ну, и, в общем-то, прописали разные значения. Предположим, тут разные значения могут появиться по-разному. У них может быть разная информация о том, в каком отделе этот человек работает. Они, ну, скажем так, могли по-разному учиться в школе, и поэтому один написал название отдела правильно, а второй с ошибками. Ну, вариантов быть, сами понимаете, может быть очень-очень много. Самое главное, что у нас один и тот же атрибут для одного и того же объекта на двух контроллерах домена практически одновременно был по-разному изменен. Что в этом случае будет? Ну, в этом случае, в общем-то, ничего страшного не произойдет. Почему? Потому что совсем-совсем одновременно, все прекрасно понимают, это произойти не может. То есть, на какие-то доли секунды, даже если визуально они одновременно, эти два администратора подтвердят изменения, на какие-то доли секунды все равно кто-то это успеет сделать раньше, а кто-то все равно будет вторым. Так вот, в данном случае, в общем-то, каждое изменение будет иметь свою разную версию. А какая разница? Ну, если скрипт, вы имеете в виду, что два скрипта отработают абсолютно одинаково и в один и тот же момент времени? Ну, на самом деле, скажем так, чудес, опять-таки, на свете не бывает. То есть, в любом случае, даже если это будут два скрипта, один на какие-то доли секунды все равно отработает позже. Вот. И даже если они отработают одинаково, все равно изменение номера версии произойдет абсолютно, не абсолютно одинаково. То есть, все равно кто-то будет первым, кто-то будет вторым. Да, это, в общем-то, будет некий такой хаотичный процесс. И здесь, ну, я считаю, абсолютно дурное занятие принимать ставки, кто же все-таки выиграет. Это непредсказуемо. То есть, собственно говоря, никаких вот явных каких-то преференций ни у кого здесь не будет. Да, вот. В данном случае, да, совершенно правильно. Тот, кто, в общем-то, будет иметь более высокий номер версии, вот тот и будет, в общем-то, наиболее приоритетным. То есть, в том случае, когда у нас два одинаковых, вроде бы одномоментных изменения, всегда смотрит система на номер версии. Номер версии более высокий, считается приоритетным, и, соответственно, именно это значение будет принято. И будет, собственно говоря, отреплицировано на все остальные контроллеры доменов. То есть, тут, по сути дела, да, все правильно. Кто, в общем-то, будет вторым, того и отреплицирует. Следующее правило. Если номер версии совпадает, такое тоже, в принципе, может быть. То есть, вот, произошло так, что даже номера версии одинаковые, да? Тут будет учтено время изменения атрибута. Соответственно, опять-таки, абсолютно одинаковым оно не будет никогда в жизни. То есть, на какие-то доли секунды все равно будут отличия. И в данном случае, вот если номера версий будут одинаковыми, то, в общем-то, тот, кто будет иметь время более позднее, выиграет, и его изменения будут приоритетными. Собственно говоря, они и отреплицируются. Ну, да, совсем уже гипотетическая ситуация, которая, вот, вы видите, написана на слайдике. То, что у нас и время одинаковое, и номер версии одинаковый. На самом деле, ну, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но на всякий случай и она тоже, в общем-то, учтена. И в этом случае тот контроллер домена, у которого больший номер глобального идентификатора, в общем-то, победит и репликация пойдет с него. То есть, видите, даже невозможные случаи здесь учтены. И, собственно говоря, все равно в такой ситуации будет абсолютно однозначно и абсолютно четко этот процесс обработан. И, в общем-то, репликация пройдет абсолютно по правилам. А никаких, в общем-то, падений, зависаний и хаотичных изменений в данном случае не будет. Ну, это мы с вами в основном говорили о репликациях в рамках одного сайта. Межсайтовые репликации, в общем-то, в отличие от внутрисайтовых, уже, в общем-то, требуют большего административного вмешательства. Хотя, в общем-то, здесь достаточно много все равно автоматизировано. И в то же самое время межсайтовые репликации работают по совсем другому принципу. В данном случае межсайтовые репликации делаются так, чтобы, с одной стороны, оптимизировать трафик, который, возможно, будет проходить по достаточно слабым и, в общем-то, непостоянным каналам. С другой стороны, этот механизм межсайтовых репликаций как раз учитывает то, что у нас какой-то линк глобальный, канал связи глобальный может пропасть, но в этом случае все равно как-то нужно будет эти репликации выполнять. Поэтому, при, в общем-то, проведении межсайтовых репликаций, именно, в первую очередь, это все делается так, чтобы максимально минимизировать трафик. То есть, каждый с каждым, естественно, контроль размена, уже находящихся в разных сайтах, не реплицируется. Вот. Ну и, соответственно, межсайтовые репликации обеспечивают возможность проведения репликаций и сохранность репликационного трафика в том случае, если какое-то время межсайтовый линк, то бишь канал связи между сайтами будет недоступен. Ну, по части трафика, который, в общем-то, происходит хотя бы на этапе аутентификации. В принципе, если у нас каких-то там особых изысков в настройках нету, то в среднем при аутентификации компьютера трафик равен где-то примерно 85 килобайт, килобайтом, и при аутентификации пользователя это где-то примерно 75 килобайт. То есть, это то, что идет от рабочей станции к контроллеру домена. Вот. Собственно говоря, именно поэтому вы можете себе прекрасно представить, что если у нас глобальный канал связи, да, и у нас там несколько тысяч пользователей где-то в другом городе, предположим, и все они идут аутентифицироваться в контроллерам домена, которые стоят от них за несколько сотен, а то может быть и тысяч километров, то это будет достаточно большой объем трафика, и, соответственно, этот трафик уже, в общем-то, именно количественно будет уже достаточно ощутим для этого глобального канала связи. Это будет и дорого, и, собственно говоря, это может привести к тому, что другой полезный трафик просто-напросто уже передаваться в этот момент не сможет. Особенно в тот момент, когда там лавианообразно это все будет происходить. Ну, например, в начале рабочего дня, когда люди придут и начнут включать свои компьютеры и активно регистрироваться в домене. Вот. Точно так же репликации, тоже трафик. Вот. Собственно говоря, естественно, что когда у нас... Сейчас, одну секундочку по поводу определения ближайшего контроллера я чуть-чуть дальше расскажу. Потерпите, пожалуйста. Вот. Значит, собственно говоря, когда мы внутри сайта, то есть когда у нас локальная сеть, у нас быстрый канал и постоянный канал, то, в общем-то, можно об этом не заботиться. Вот. И, в общем-то, здесь у нас как только произошли изменения, мы сразу их реплицируем. Да. Вот когда у нас уже глобальные каналы связи, это тоже может стать проблемой. Поэтому в межсайтовых репликациях, собственно говоря, предусмотрен механизм проведения репликаций по расписанию. То есть не в тот момент, когда произошло изменение, а четко по конкретному расписанию. То есть все изменения накапливаются и передаются в конкретные часы, которые администраторами заранее, в общем-то, установлены и настроены. Вот. Собственно говоря, вот как раз для того, чтобы оптимизировать этот трафик, для того, чтобы с одной стороны максимально быстро могли люди проходить аутентификацию в домене, и, с другой стороны, для того, чтобы у нас оптимально ходил репликационный трафик, вот как раз и призваны эту задачу решить сайты, которые объединяют это вот логическое объединение клиентов и контроллеров домена, вот, которые связаны друг с другом локальной сетью, то бишь постоянными и скоростными линками. Для того, чтобы, в общем-то, определить ближайший к себе контроллер домена, на самом деле нужен всего лишь навсего DNS сервер. То есть, в том случае, когда мы домена помещаем в соответствующий сайт, то я уже вам говорил, что с сайтом всегда чётко связаны такие объекты, как подсеть. То есть, это IP подсети, которые существуют вот в этом географическом месте, который, собственно говоря, мы логически представляем в качестве сайта. И, в общем-то, когда клиенты обращаются к DNS, ближайшему к себе DNS, собственно говоря, за информацией о контроллерах домена, они получают в качестве ответа список тех контроллеров домена, которые, в общем-то, находятся с ними в одном сайте. То есть, наиболее приоритетными и первыми в списке будут именно те контроллеры домена, которые стоят в одном сайте. То есть, за это, на самом деле, отвечает DNS. Дальше. Значит, каким образом у нас происходит репликация между сайтами? Ну, во-первых, между сайтами всегда прописываются так называемые межсайтовые линки. Это не что иное, как отражение в Active Directory тех физических каналов связи, которые, в общем-то, существуют между вот этими реальными географическими площадками. Каждый из этих межсайтовых линков имеет такой показатель, как цена. И, в общем-то, межсайтовая репликация преимущественно всегда будет идти по самому дешевому маршруту, по самому дешевому межсайтовому линку. Если он недоступен, то тогда, собственно говоря, мы будем идти каким-то другим путем. Ну, в данном случае мы совершенно можем удобным и простым способом разруливать каналы связи. Ну, например, у нас есть хороший и, ну, такой, достаточно широкий относительно, да, VPN, предположим, канал между двумя городами. И, вот, собственно говоря, естественно, его в большинстве случаев использовать для проведения репликаций. То есть, в основном, все будет идти по этому маршруту. Но если вдруг он недоступен, по какой-либо причине у нас есть там какой-нибудь слабенький модемный линк, предположим, да, там через, там, я не знаю, беспроводной модем какой-нибудь, там, или еще каким-либо образом организованный. Вот, собственно говоря, он тоже у нас будет прописан, но он будет, в общем-то, иметь большую цену. Ну, и, соответственно, в этом случае, если не будет доступен основной канал связи, система автоматически попытается переправить этот репликационный трафик по запасному маршруту. Как только основной канал вернется в работу, весь остальной трафик, опять-таки, будет идти через него. Почему? Потому что в первую очередь будет проверяться, собственно говоря, доступность именно вот этого основного самого дешевого, ну, условно, самого дешевого маршрута. Вот, значит, собственно говоря, на самом деле, для того, чтобы передать трафик, необязательно все может идти через один такой маршрут, через один межсайтовый линк. Ну, доступность маршрутов проверяется в тот момент, когда проводится репликация. То есть, перед проведением репликации контроллер домена, который за нее отвечает, проверяет доступность этого маршрута. Вот, значит, собственно говоря, иногда у нас бывает такое, что напрямую два сайта никакими каналами связи не связаны. Они, на самом деле, могут быть связаны через промежуточные какие-то сайты. Ну, например, есть у нас вот там три филиала, предположим, Киев, Харьков и Севастополь. Соответственно, вот между, предположим, Севастополем и Киевом прямого канала связи нету, но есть канал от Киева на Харьков и от Севастополя на Харьков. В данном случае репликация пойдет, естественно, и на Севастополь из Киева тоже, но она сначала дойдет до Харькова, а потом уже будет страслирована по межсайтовому линку Харьков-Севастополь дальше. Так вот, эта схема может содержать достаточно много промежуточных элементов. И вот в том случае, когда у нас проводится репликация, то в первую очередь выбирается тот маршрут, который использует меньше всего этих прыжков, ну, по возможности, опять-таки. Вот, если стоимость и количество этих прыжков будут одинаковые, такое, в принципе, тоже может быть. Вот, хотя, конечно, при настройках и, в первую очередь, при проектировании межсайтовых репликаций нужно это исключать. Ну, в принципе, возможная ситуация, что не доглядели стоимость и количество прыжков везде одинаково, то тогда будут учитываться названия сайтов. То есть здесь, в общем-то, будут получать приоритет через те пути, которые будут идти через сайты, которые будут начинаться с первых букв алфавита. То есть, в принципе, если у нас там в названии одного сайта первая там буква, допустим, «Эй», а у второго сайта там первая буква в названии, предположим, «Ф», то в первую очередь, конечно, будет пытаться система провести репликацию через сайт, у которого название на букву «Эй». Вот таким вот образом. Ну, собственно говоря, вот как раз ситуация, о которой я вам говорил, она, в общем-то, проиллюстрирована на картинке. То есть, ну, вот у нас есть три сайта. Собственно говоря, смотрите, вот у нас есть линки между Киевом, Нью-Йорком, Киевом и Токио. Между Токио и Нью-Йорком на самом деле линка никакого нет. Но, тем не менее, репликации из Токио в Нью-Йорк уходить будут. Почему? Потому что будет существовать так называемый мост. То есть, объединение, логическое объединение вот этих вот двух линков, а это реальные каналы связи. И, собственно говоря, в данном случае, допустим, из Токио в Нью-Йорк и, наоборот, из Нью-Йорка в Токио, репликации пойдут через Киев. При проведении, собственно говоря, репликации межсайтовых, очень важно понимать, что не будет репликации любого контроллера домена, предположим, в сайте Нью-Йорк, с любым контроллером домена в сайте Киев. Здесь происходит репликация следующим образом. Один контроллер домена, он выбирается или автоматически, или вы имеете возможность в настройках его вручную назначить. Одного сайта будет реплицироваться с точно так же определенным контроллером домена в другом сайте. И никак иначе. Все остальные контроллеры домена в рамках сайта, эти изменения уже получат в рамках обычной внутрисайтовой репликации. То есть, в принципе, вот если брать ту картинку, которую вы видите сейчас у себя на экране, то, например, у нас в Нью-Йорке вот таким сервером будет, собственно говоря, выступать контроллер домена C2, а в киевском сайте это будет B2. И вот между ними пойдет репликация именно межсайтовая. Контроллер C1 получит внутрисайтовым способом репликацию с C2, а контроллер B1 точно так же за счет внутрисайтовой репликации этот репликационный трафик получит от контроллера B2. Вот таким образом это будет работать. За счет этого, конечно же, лишний репликационный трафик по внешним каналам связи гоняться уже не будет. Ну и, соответственно, для того, чтобы вручную проводить репликации, есть возможность использовать утилиту RepAdmin, собственно говоря, с различными ключами, которая позволит вам именно в ручном режиме производить такую синхронизацию и выполнять определенные настройки. Значит, по умолчанию для репликации контроллеры домена используют TCP-UDP-порт номер 135. В принципе, после этого происходит согласование тех портов, которые будут использоваться для репликации данных. Дело в том, что тот диапазон портов, которые могут быть при этом задействованы, очень-очень велик. Это порты стандартно от 1024 по 65535. Это все TCP-шные порты. То есть, начало идет по 135, потом контроллеры домена договариваются, по каким портам пойдет трафик. Собственно говоря, в том случае, когда мы говорим о каких-то глобальных каналах связи, это может быть проблема для настройки фаерволов, например. Представьте себе, как вы будете своей службе информационной безопасности объяснять необходимость держать открытыми такой большой диапазон портов. Поэтому, собственно говоря, существует возможность сделать четкую фиксацию тех портов, которые будут использоваться для репликации. Делается это следующим образом. На контроллерах домена, в реестре, в ветке HKEY LOCAL MACHINE, SYSTEM CURRENT CONTROL SETS, SERVICES, NTDS PARAMETERS, в ключе TCP IP PORT, это DWORD-овский ключик, можно четко зафиксировать те порты, которые будут использоваться. В этом случае уже не будет происходить процесс договора, а репликация пойдет через четко зафиксированный порт. Собственно говоря, опять-таки, этот один порт вы открываете у себя на фаерволе и никаких проблем с безопасностью не имеете. То есть, это вот можно еще вот таким вот образом настраивать. Что еще можно здесь настроить? Значит, можно зафиксировать RPC-трафик, который идет при регистрации пользователей или компьютеров в момент, собственно говоря, ладьи на систему. Собственно говоря, в том случае, когда клиент ищет родной для него сайт и общается с контроллерами домена, в общем-то, в этом случае можно тоже зафиксировать порты, по которым это делается. Опять-таки, это WCAY LOCAL MACHINE, SYSTEM CURRENT CONTROL SETS, SERVICES, NETLOGON, PARAMETERS, есть ключик DCTCP IP PORT, и в нем, собственно говоря, тоже можно прописать именно тот порт, по которому будет идти этот трафик. Собственно говоря, это вот такие основные моменты, на которые имеет смысл, в общем-то, обратить внимание при настройке межсайтовых репликаций. Ну и в данном случае, опять-таки, все очень сильно зависит от того, какие у вас каналы связи, какой объем вообще трафика у вас передается. Ну и, собственно говоря, все это будет, конечно же, влиять на то, каким образом вы будете настраивать репликации, как вы будете настраивать межсайтовые линки и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, вот проведение уже репликаций межсайтовых, это больше, в общем-то, такая работа для ума администратора. Вот это, не могу сказать, что действительно там какая-то очень сложная и очень такая вот объемная работа, но, тем не менее, эта работа очень важная, очень ответственная, и к ней, естественно, необходимо подходить очень вдумчиво и очень осторожно. Ну что ж, наверное, основное, то, что я хотел вам рассказать за это небольшое выделенное время, и все. Спасибо вам большое за внимание, спасибо вам большое за то, что вы здесь собрались сегодня. Ну и если у кого-то еще дополнительные вопросы появились, я надеюсь, время еще чуть-чуть нам это позволит сделать, вот, я постараюсь ответить. Спасибо.